Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Mercedes-Benz E-Class. На видео автомобиль в комплектации E200 Business с бензиновым мотором объемом 2 литра, задним приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля – серый металлик. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 225 на 50. Задние тормоза – дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен салоном черного цвета и декорирован вставками под алюминий и под рояльный лак. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно двигать вперед и назад и регулировать угол наклона подушки сидения. Регулировка сидения в продольном направлении осуществляется вручную. Регулировка длины подушки сидения осуществляется вручную. С помощью электроприводов можно регулировать наклон спинки. Сидение оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. Память электропривода сидения не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки Start-Stop. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения заднего противотуманного фонаря. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Передний бампер снизу декорирован хромированным молдингом. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 97 мм. Задний бампер снизу декорирован хромированным молдингом. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Камера заднего вида расположена над задним номером. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок, боковые зеркалы. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка яркости приборной панели. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор вспомогательной информации, которая выводится на цифровую приборную панель. В меню «Путевая статистика» на панель приборов выводятся данные бортового компьютера. На панель приборов можно вывести информацию мультимедийной системы, телефона или навигации. Также предусмотрен выбор дизайна панели приборов. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных стилей панели приборов и настраивать их под себя. Продолжение следует... Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. В составе акустической системы 6 динамиков. Магнитола поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. В меню информации на дисплей можно вывести данные маршрутного компьютера и информацию о текущем состоянии автомобиля. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль двухзоной. Включим систему с помощью кнопки авто. Управление климатом осуществляется с помощью графики на дисплее или с помощью физических кнопок. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка Sync синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка подогрева водительского сиденья, подогрев трехрежимный. Потолок серого цвета, водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. Также на потолке расположена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположено два USB разъема. В нише с крышкой расположены подстаканники, розетка на 12 вольт и USB разъем. Бардачок с подсветкой отделан тканью. Кнопка включения парковочного ассистента. Кнопка включения парктроников и камеры заднего вида. Кнопка отключения системы Start-Stop. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Eco, Comfort, Sport, Sport Plus или Individual. Выбранный режим движения отображается на экране мультимедийной системы и на панели приборов. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, девятиступенчатая. Управление осуществляется с помощью правого подрулевого переключателя. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Изображение выводится на дисплей мультимедийной системы. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем расположен бокс и подстаканники. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Снизу расположена розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью освещение для задних пассажиров и ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 540 литров. Слева в багажнике находится открытая ниша с сеткой. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположен органайзер. В оснащении багажника предусмотрены крючки для грузов. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 40 на 20 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 66 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра с отдачей 197 л.с. Мы с вами осмотрели седан Mercedes-Benz E-Class в комплектации E200 Business с бензиновым мотором объемом 2 литра, с задним приводом и с автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 4 230 000 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки Mercedes-Benz автофорум Москва. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok